всем всем привет дорогие друзья сегодня мы с вами находимся в примерочной магазина и чины и в отличие от предыдущего видео которое вам очень понравилось у него очень много просмотров она имела довольно большой успех я имею предыдущие видео пример из коз все черные я сегодня решила вот так вот поменять тематику сделать все очень цветное разноцветное и конечно и чем это не коз маленькая грязная примерочная орущие девчонки за дверью я ждала ждала что они разбредутся и уйдут жизнь конечно но минут десяти моего ожидания я поняла что никуда не уходить не собирается мне придется записывать видео под их нежные девичьи щели показываю себя сегодня я не очень довольна своим видом сегодня сейчас сниму пальто на пальто это знаете сейчас я сниму и покажу на ручке я сама себе не очень сегодня нравлюсь я надела вот такие вот джинсы грявыми коленями рубашка такая под вареную типа джинсу и черный атласный такой жакет я вам скажу я не всегда попадаю в десятку потому что у меня есть одна попытка я утром собираюсь на работу я надеваю на себя все что я думаю надеть если это не очень хорошо получается у меня времени переодеваться нет и я уже еду как есть в чем и поэтому вот сегодняшний образ давайте так при под заправлю рубашку чтобы вот так так будет лучше немножко выглядеть сегодняшний образ не идеальный не очень хорошо меня получилось у меня такие вот здесь вот босса серьги поднимись с пластиком ну под камушки но уже как есть те же самые черные ботинки я пошла как есть потому что не было времени у меня но вы знаете я люблю экспериментировать и самое удачное конечно я с легкостью могу надеть питали на платье в горошек это будет идеальный вариант но мне хочется попробовать что-то новое что-то другое поэтому я иногда экспериментирую не всегда получается очень хорошо листа получать идеально и не считаю что это уж так прямо очень плохо но но могло быть и лучше так первый комплект прекрасного кобальтового синего цвета на который меня очень тянет последнее время слава богу девчонки ушли из соседней примерочной я аж повеселела прямо а то мне под их под их гогот и вообще вот эти разговоры было даже неловко как хотелось видео очень красивая юбка синего цвета видите она вся такая прорезанная вырезанная подкладки нету но похоже что она из хлопка и я принесла такой вот клубик под жакет надеть сама юбка не очень хороша хорошо сделано сверху вот такая просто резинка просто она в общем довольно простит эту юбку но вместе с с жакетом сверху мне кажется что получается очень даже неплохо интеллигентно и вот эти вот прорезанные вырезанные как бы узоры шитье мне кажется очень красиво так секси вот ноги просвечиваются я сегодня опять в этих же самых ботинках которые подтолкнули меня на на прошлое в прошлом видео снять total black но не могу я все время снимаю total black и ботинки те же самые на мне ну в общем мне нравится этот комплект довольно красиво мне кажется красивый цвет красивое сочетание цены меня удивили в этот раз очень я принесла вещи которые вот реально не дешевые прям реально дорогие я вас всегда всегда вам говорила что в очень мне так нравится что у них цены не поднимаются все-таки но тут я не знаю или какая-то коллекция у них особенно пришла в магазин или что произошло но всяком случае цены такие заботистые кусачек так давайте посмотрим на меня в полный рост и будем будем идти дальше как это юбка сделаны из стопроцентного хлопка и она стоит 50 долларов вообще вообще не дешево совсем ведь и вот к наш наш американских 40 наших канадских 50 но еще какие-то валюты значит размер medium она довольно такая большая просторная я думаю что мне бы смол даже был бы хорош но конечно вот это все очень красиво в ней сделано за это на видимо и цена потому что вот я принесла таких несколько вещей вот с такой вот выделкой и они все-таки не дешевые я бы сказала вообще не дешевая для и чины но она сделана из хлопка с чистого хлопка еще одна очень красивая юбка вы не померите примеряю ее вот таким вот образом приложив к себе просто потому что здесь замок не расстегнулся я принесла ее примерочную а в ней не расстегивается замок то есть я не могу я на себя надеть где-то его заела я не могу и толком на себя надеть но я решила ее вот так приложить чтобы вы поняли что у меня себя представляет у меня к ней еще был свитер такой я хотела померить ее вместе с ним и вот так вот получилось неудачно и жакет вот этот мне казалось синие с розовым будет очень красиво юбка бесподобно красивая она с подкладкой она тоже вот с этими вот с этим вырезанным рисунком я наверно сейчас ее себя сниму и париж на вешалку и покажу вам просто к сожалению видите не смогла я ее примерить а им что хотел сказать а мне кажется что она мне нормально по размеру я вот так приложившие если должна быть мне нормально по размеру я хотел принять с этим жакетом синим потому что розово-синим в принципе красивое сочетание но она с меня девочки узнать как-то не задается с самого начала примерка и все и все блин я такая злая что меня не расстегнулась этот молния не могу и нормально поместить юбка это сделано из сто процентов хлопок и вверх юбки и подкладка видите поскольку она вся вот в таких вот дырочках в отличие от этой в которой дырочки только были внизу здесь она вся сделанная вот с вырезанными про прорезанными такими узорами и поэтому внизу у нее есть подкладка тоже стопроцентную стопроцентных хлопок стоит она немало это юбка стоит она очень 85 долларов канадских и 75 американских представляете вот такая вот она дорогая ну да хлопок сплошной я понимаю но все равно видите вот здесь написано 50 процентов органический а 50 процентов органических хлопок и 50 процентов обычных то же самое в подкладке и вот этот весь органик шмарганик поэтому она так стоит это 10 размер американский мне она бы подошла я думаю по размеру мне в принципе 10 вычины нормально я подозреваю что я была бы в ней немножко как баба начальник но она очень красиво сделана ведь она внизу вот так вырезана все это вырезано это очень симпатично и очень красивая пускал смотрится я понимаю почему это столько стоит потому что все вот это вот вы же понимаете что это все работа возможно даже ручная я даже не знаю наверно как-то машина это наверно вырезает но это работа и она ведь она вся 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 вышита вся юбка абсолютно все вышит красивая вещь как жалко что не смогла и примерить ну что ж я примерила другую розовую юбку раста на меня не налезает это юбочка немножко попроще подешевле но тоже интересно она сделана из такой интересной жатой ткани видите у нее есть такие сшиты сбоку кружевом она сверху на резинке она неплохо выглядит я сейчас я примерю чем-то другим потому что мне кажется с этим синим жакетом это не очень хорошо там совсем другой стиль жакет и юбка жакет такой знаете хлопковый а юбка такая как будто бы подшелся к бельевая жакет такой прям деловой как будто бы хлопковая смотрю в состав и расскажу вам чего на самом деле сделал так жакет 68 процентов вискоза и 32 лен и подкладка стопроцентным полиэстер ну вот это конечно плохо видите здесь написано что смесь ну стоит он пятьдесят четыре доллара канадских и 50 американских и это размер медиум он тоже довольно просторный такой я бы сказала совсем совсем мнению немало рукава как всегда длинные я закрутила вот так что вот такой вот жакетик неплохой в принципе много льна у него в составе но не весь лен поэтому он не очень мнется мнется конечно не так сильно как лен но вот синтетическая подкладка конечно подвела но цвет очень красивый смотрите у меня есть такая черная блуза я принесла с собой я примерил ее вот с этой вот юбкой она немножко больше подходит потому что блуза такая как будто бы шелковая сатиновая какая-то и юбка такого плана в принципе они между собой больше сочетаются по это я заправила видите так наполовину все отпечатывать они между собой больше сочетаются по по качеству ткани но менять она такая юбка бельевая и ну и в общем рубашка такая ну фактически как будто бы пижамная но может быть слишком яркая яркая разница в цветах потому что это такой прям бледно-бледно-розовая это черная как-то немножко слишком ярко посмотрите а если сапогами с момента нормально потому что ботинки сочетаются с рубашкой и уже как бы нету такого большого диссонанса ничего если вот так вот в полный росток даже не так уж плохо здесь у меня такие кружавчики смотрите вот какой интересный свитер в дырочку как бы такой летний я бы сказала потому что он ну никак не зимний такой легенький такой весь дырочку прям сетка и вот такой яркий розовый с таким вот бледным розовым выглядит ну не так нет такого контраста как с черным хотя контраст с черным в принципе не так уж и плохо это топ внизу хотя бы я не так не просвечиваюсь с собой себя сама не просвечиваюсь в этом в этом свитере конечно его надо носить каким-то топом вниз потому что это он весь такой вот дырявый но очень симпатичный идея моя была его померить вот с этой розовой юбкой сейчас я покажу приложу вы поймете идея была вот такая понимать я хотел сделать total pink total розовый вот в этом варианте вот такая вот юбка и вот такой вот свитер сверху сейчас наверное от меня отпишутся все кто подписались на меня на прошлом видео искусств в примерках total black потому что подписались на total black а я вам тут показываю total pink но девочки вы не переживайте по обязательно черный еще будет мне очень понравилась эта идея я обязательно ее разовью в других магазинах короче я такая стою как беременная и держу этот эту юбку потому что вот видите вот такой вот у меня была такая идея но факир был пьяный фокус не удался вот так вот я хотела ее надеть с этим с этим свитером короче свитер этот весь полиэстровый и стоит он представляете 55 долларов фанатских 50 американских чего это я ченым с ума сошли что за цены такие и хвалила я их а это был размер медиум я примеряла ну в общем вот так он такой симпатичный знаете интересно такой в дырочку вязаная есть ну такой на холодный летний вечер красивый яркий розовый цвет цена немножко меняется юбочка это сделано из стопроцентного полиэстера я примеряла h12 размер но это и хорошо она мне не сильно обтягивала в позе у него здесь вот сделана резинка вшита весь пояс вокруг замок расстегивается в отличие от предыдущей тоже не дешевая такая стоит 50 долларов американских в общем за полиэстер как бы многовато но может за то что они здесь вот это кружево втюрили так они как бы уже решили что можно брать деньги но знаете она в принципе очень неплохо смотрится она такая такая ткань с блеском симпатичная юбка я ничего не могу сказать ну конечно 50 долларов ее покупать не стоит мне кажется как-то дороговато так вот этот топ он сделан из 95 процентов хлопка и немножко эластан что в принципе хорошо это я примеряла размер large и вот он стоит 15 долларов наших и 10 американских очень неплохой мне понравилось его качество такая вот эта ручка черненькая по краю идет и они есть полоску есть темные в общем разных цветов есть очень симпатичный топик единственное что у него очень вырезаны проймы и вот здесь вот виден лифчик то есть надо лифчик такой чтобы вот как-то ну чтобы шлейки как-то скрещивались и не торчали из этой проймы такая пройма это не американская да или это американская пройма я не очень знаю термины но вот такая вот пройма вырезанная а вообще топик симпатичный знаете такой вот если нужно под что-то пододеть под низ опять же повторюсь у меня с разных цветов есть черные бежевые есть полоска такая матроскин такой симпатичный мне понравилось так я решила немножко поиграть в пижаму принесла вот такие брюки пижамные и вот с такой черной блузой мне в них не хватает карман карманов в этих брюках а вообще они прикольные чуть-чуть медленноватый подтяну сверху дальше не подтягиваются вот так вот такая вот комплект он сам был я бы даже сказал черный такой пижамный топ принципе черная рубаха и пижамные брюки вот такие бежевые молочные с черным орнаментом черным рисунком они по сочетаются по по ткани и в принципе по цветам тоже очень даже неплохие и плохой вариант мне кажется неплохо вот так вот это выглядит вместе девочки полный рост ну дети там что-то знаете с одной стороны это такая немножко пижама с другой стороны в принципе строгость рисунка и черный топ черный верх он как бы он как бы все немножко вот это вот пижама немножко глушит пижама пижамность делает в принципе штаны не такие уж прямо клоунска пижамные в общем такие то что башка в принципе это может быть и в офис как деловая блуза так вот как топ для таких брюк такой пижамный расслабленный вариант в общем неплохо так мне кажется ничего как брюки эти полиэстровые и полиэстровая подкладка у них есть подкладка сзади и спереди она идет вот до сих пор ну то есть прикрывает вам нижнее белье чтобы она не просвечивалась что очень хорошо я примерял размер 10 это же американский но это мой размер в принципе личины для брюк и тоже они 150 долларов наших канадских и 40 американских тоже не дешево для брюк полиэстровых но видимо новая коллекция немножко подороже как-то показывала и говорила все недорого хотя может быть я уже забыла какие были цены вычинным раньше и я что-то уже гоню на ячинэм сзади резинка сделана замка нету в них сзади просто резинка такая растягивающая спереди вот так вот коест и в принципе я их надела без всяких проблем ну таки приятные эти брюки принесла за обалденный цвет и такая вот сжатая ткань мне она очень нравится тоже такая знаете легкая пижама жмак она такая сжатая пижама и вот с этой вот рубашкой они в принципе сверху завязываются на резиночку на веревочку такую прямо очень расслабленную вещь вот в них когда есть карманы и в принципе очень красиво цвета бесподобного зеленого цвета с черным даже совсем неплохо ну можно с чем угодно может каким-то другим цветом бесподобный цвет красивый носа и брюки если честно мне как-то не очень нравится они какие-то странная форма как-то они не знаю чуть не чуть не то не тут не вот есть так пол заправить ее нет тоже что-то мне нравится какая-то у них форма такая что уж мне некрасиво не знаю что-то критиковал и прям совсем не нравится мне на мне или мнение идут или вообще так значит брюки размер ларш я примеряла сто процентов полиэстер цена у них они цены странно все не знаю девочки сколько они стоят ну тоже думаю 30 40 50 долларов я думаю что 40 кажется они подешевле немножко чем эти потому что они попроще хотя у них карманы есть ну в общем размер ларч и они мне даже как-то великоваты как-то слишком слишком уж большая пижама так ничего они не знаю почему они так не понравились на мне как-то и что-то не то рубашечка у меня есть два платья не уходите никуда прям быстренько их померяем два платья и все и побежим домой размер ларч полиэстер 29 наших 30 наших канадских и 25 американских ну вот такая вот просто обычная базовая совершенно базовая черная рубашка принципе нормально мне про размеров даже нами и медиум был бы нормально ваш хорошо так свободненько легко так все все красивое платье желтенько горчичное я бы сказала вот с таким вот рукавчиком прямо девичьим очень ведь у них могут этой вышивки это какой-то обалденно большой размер ну нет в общем довольно большой я боялась что он экстра экстра вообще что такое я боялась что я в нем просто утонул но как видите она мне конечно вот здесь великого то но я боюсь что если вот был размер меньше то она бы может меня бы сильно оттянуло в талии хотя вот видите вот так я убираю сзади сейчас и очень даже красиво по это выглядело если бы он был немножко почему все время на платье он на рубашку какие-то пиджаки она в общем не что-то с рода с родами с родами установички с работы дурдобылся не на работе я не совсем сама в себе вот видите я такой здоровый кусок сзади заложила и в принципе было бы конечно лучше да но так тоже ничего не страшно нельзя сказать что прямо очень оно небольшое безобразно нет великовато немножко его можно вот так спущенное с плечиков носить такой знаете немножко оля рабы не из ауру фасончик можно натянуть и вот так вот оно выглядит ну вот представьте что она на пару размеров меньше тогда же будет несколько несколько лучше так вот это платье кстати стопроцентный хлопок и посмотрите как у него красиво сделан рука стоит она недорого вот это платье стоит недорого всего лишь 38 наших 35 американских это экстра ларч поэтому она мне конечно вот такой вот великоватое но в принципе хлопковое платье за 38 долларов вот такой еще тут вышивкой на рукавах то есть не сарафанчик никакой с полноценным рукавом размерчик был бы поменьше она бы лучше выглядела но мы так в принципе неплохо неплохо выглядит и хороший состав и цена хорошая этот классный симпатичный очень симпатичный сарафанчик только посмотрите какая у него бесподобная расцветка но он ужасно дорогой я не знаю почему если посмотрю состав ну что может быть может хлопать он очень симпатично красиво сделан здесь вот так вот он отрезан шлейки регулируются и вот так вот он отрезан по талии здесь собран из такого вот шитья он здесь сделан симпатичного и конечно прекрасную очень красивая расцветка я вообще хочу сказать что в h&m сейчас много вот такого типа вот такой расцветки платят всяких вообще всего розовенького какие-то сумочки розовенькие еще какие-то там топики и в общем юбочки вот такого плана платья разных из разных тканей но такой расцветки мотивчик прослеживается это очень красиво очень по летним очень симпатичным стоит он очень дорого сейчас я вам скажу сколько вы не поверите своим шанс я не поверил своим глазам но в принципе платье миленькое хорошенький сарафанчик такой очень летненький такой приятный так платье сто процентов хлопок и стопроцентно хлопковая подкладка она все на подкладке и это все стопроцентный хлопок и это очень красиво все но посмотрите на его цену 104 доллара или 85 американских я такая чего серьезно что происходит вообще это размер large кстати он не как раз регулируется бретельки что в общем хорошо но я хочу сказать вот это платье стоит 38 тоже стопроцентный хлопок но может быть хлопок хлопку рознь но я не знаю здесь есть рукав полноценный это сарафан он на подкладке здесь как пошли нет но здесь есть рукав этот сарафан на на подкладке но без рукава посмотрите цена 38 104 они рехнулись что ли как так что происходит я не понимаю вообще я потом подумала может это коллаб какой-то нет никакой не коллаб обычные платья вечернем никакой коллабов ничего а резинка у него сзади кстати сделано это очень удобно да но кстати там где резинка там нет подкладку так интересно да вот такой вот какой-то странная ценовая политика вы членом случилось с некоторыми вещами я даже не понимаю что происходит или это какая-то уже новая коллекция которая живет по другим ценам а это какая-то коллекция может быть весенние которая шла по другим ценам а это уже лето они уже цены подняли но такой степени ну то есть это сколько раз до 2 стоны раза практически 2 столь и разу разница 104 38 офигеть просто офигеть может что хочу сказать вывод и чины меня просто поразило ценами сегодня не сдурели или что что происходит вот этот сарафанчик и некоторые другие вещи вообще если честно между цене ничего не понравилось вот здесь так бывает вот не задалась примерка что-то я решила взять то взять это за 5 10 результате какая-то получилась качка шамала и все какой-то не то и все не ахти в общем что там размеры в размеров не было замок не расстегнулся в юбке вообще я уставшая с работы поэтому мне ничего не нравится я всегда с работа на сегодня как это вот тяжелый день вот и я почти засыпала в это примерно только вот сарафанчик меня взбодрил вернее его цена я посмотрела я подумала что происходит вообще что такое да ну все девочки буду с вами обращаться всем привет из канады всем привет от диты люблю целую с вами была дита из канады всем пока бай бай